Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области с этого дня на две недели прекратят деятельность все организации ИЭП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора, больницы, аптеки, МФЦ и другие. В этот период посещать крупные торговые центры и рынки, а также заселяться в гостиницы можно только с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном COVID-19. Рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников некоторых сфер деятельности. Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Однако дал главам регионов право устанавливать вынужденные каникулы раньше. Режим нерабочих дней уже с 25 октября ввели 6 регионов – Самарская, Нижегородская, Новгородская, Воронежская, Курская области и Пермский край. Ограничения обсудили и на рабочем совещании в администрации города. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов и департаментов усилить контрольные проверки санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Сегодня у нас вступил в действие постановление губернатора 256-го и действенность всех ограничений будет зависеть от того, как эти ограничения будут исполняться. Да, мера вынужденная, поэтому прошу всех набраться терпения и людям спокойно объяснять, в связи с чем было принято такое решение. Контроль мы в эти дни совершенно точно с вами усиливаем. В Самарской области количество заболевших ковидом превысило тысячу в день. За прошедшие сутки зарегистрировали 1184 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. А с начала пандемии общее число заболевших в регионе – 125 тысяч 4 человека. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. По количеству заболевших Самарская область на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Для выработки коллективного иммунитета в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку могут не только граждане России, но и иностранцы. Подробности в нашем сюжете. Анас Азмиалхмус приехал в Самару из Палестины. Учится на втором курсе магистратуры в Самарском государственном университете. Коронавирусом переболела его сестра в Палестине, а совсем недавно девушка и близкий друг из Самары. Поэтому Анас Азмиалхмус решил привиться. Тем более, что он занимается спортом и не хочет пропускать тренировки. Надо, да, да, должен сейчас, надо, должен. И спотник хороший. Я когда считал, что спотник хороший, не проблема спотник. В регионе проживает более 20 тысяч иностранцев. Все они могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинация проводится либо за счет средств работодателя, либо за счет желающего привиться. Прививают иностранцев спутником «Лайт». Прививки иностранным гражданам делают в трех учреждениях региона. В Самаре по адресам Новосадовая 311 и Кабельная 13А и в Тольятти в тупиковом проезде 4. Более 500 иностранцев прошли вакцинацию. Записаться на прививку можно по телефонам, которые указаны на экране. Люди идут на вакцинацию активно, потому что понимание опасности коронавирусной инфекции у населения есть. Многие переболели. Кто не переболел сам, есть переболевшие в окружении. Поэтому все понимают, что вакцинация – это единственный надежный способ создать иммунную прослойку и победить данную инфекцию. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для граждан России процедуры бесплатные. Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства, в круглосуточных кабинетах, а также в мобильных комплексах. Виктория Шарая, События. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточен во всех видах общественного транспорта. Перевозчики рассчитывают, что с наступлением нерабочих дней пассажиропоток снизится. Однако проверочных рейдов это не отменяет. Более строгий спрос теперь не только с пассажиров и работающего на линиях персонала. Как часто проходят проверки в Самаре и почему по-прежнему необходимо соблюдать требования регионального Роспотребнадзора, расскажет Мария Левина. Самарец Александр рассказывает, что совсем недавно переболел коронавирусом. Болезнь прошла в легкой форме, при этом в общественном транспорте пассажир находится без маски. Напомним, что административные материалы полицейскими направляются в суд, где с учетом всех обстоятельств в совершении правонарушений принимаются решения относительно тяжести наказаний. Так, для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. А почему без маски поехали? Не знаю. Неужели не хватило этого? Болели, знаете, что это? Ну, видимо, нет. Еще что-то. По информации медиков, после болезни пациент еще какое-то время может являться переносчиком инфекции. Поэтому должен соблюдать карантин, а при выходе из дома обязательно использовать маску. Теперь Александр за свою беспечность ответит рублем. Рейды по проверке масочного режима в транспорте проходят ежедневно с участием полицейских. Только за прошедшую неделю провели 80 проверок. Высадили 180 пассажиров, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. Составили 16 протоколов. Мы призываем наших уважаемых пассажиров соблюдать масочный режим. И второе, самое главное, мы призываем всех использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку. Потому что это, пожалуй, самая действенная мера против распространения коронавирусной инфекции. Призываем всех, кто ее не сделал, поберечь себя, поберечь своих близких. Однако прививка от коронавируса не освобождает граждан от ответственности и масочный режим не отменяет. Средства индивидуальной защиты должны использовать и члены экипажа. Мы провели с экипажем дополнительный инструктаж. Руководство нашего предприятия настроено очень серьезно и поддерживает власти в том, что необходимо ожесточать проверку масочного режима. В случае, если кто-то, кондуктор либо водитель, находится без маски, вечером они пишут объяснительную и будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Что это значит? Это значит, что по итогам месяца они не досчитаются в своем кошельке премией. Перевозчики принимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. В Самаре закупили несколько партий рециркуляторов – аппаратов для очистки воздуха. Впоследствии такой аппарат установят в каждом автобусе. Самарцам напоминают, чтобы остановить распространение инфекции, необходимо использовать средства индивидуальной защиты в помещениях и салонах общественного транспорта. Перевозки организуют в режиме будних дней – с понедельника по пятницу текущей неделе, а на следующей неделе – с понедельника по среду. В конце этой недели, в субботу и воскресенье, а также с 4 по 7 ноября, перевозки будут осуществляться по режиму выходного дня. При этом представители городского профильного департамента обращают внимание на то, что коррективы возможны по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Судьба этого секретного объекта времен Второй мировой войны полна неожиданных поворотов. На протяжении 30 лет из уст в уста передаются мифы и легенды о нем. А некоторые документы до сих пор засекречены. Бункер Сталина – один из самых неоднозначных памятников военного времени. Историки и краеведы так до конца и не знают, кто конкретно возводил стратегический объект. В этом году Самара отмечает 80 лет со дня присвоения городу статуса «запасная столица». Наша съемочная группа побывала в бункере Сталина, чтобы узнать о самых популярных мифах и о том, в каком состоянии находится объект культурного наследия в наши дни. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Мощные стены, многочисленные коридоры и залы, а также личный кабинет вождя. Сегодня бункер Сталина входит в число основных достопримечательностей Самары. Но еще 30 лет назад о его существовании знали только единицы. Бункер рассекретили в 1991 году. И сейчас попасть в него можно в составе экскурсионной группы. В период пандемии и ограничительных мер посещение временно отменили. Но нашей съемочной группе представилась такая возможность. Главный тоннель протяженностью 14 метров выглядит знакомо. Это ветка метро, только расположена она вертикально. Общая же глубина бункера составляет 37 метров, что примерно равняется 12-этажному зданию. Для сравнения, глубина бункера Гитлера в Берлине составляла всего лишь 16 метров, а у Черчилля и Рузвельта по два этажа. Как же строили этот военный объект колоссальных размеров? Некоторые документы, которые об этом рассказывают, до сих пор засекречены. Поэтому вокруг строительства бункера сложилось много мифов и легенд. То ли на стройке задействовали заключенных безымян ЛАГа, которые, как отмечают историки, в основном занимались выкапыванием котлована, то ли это все-таки были специалисты-метростроевцы. Рассекреченные на сегодняшний день документы говорят только о том, что работали на объекте круглосуточно, а команда строителей включала 2900 рабочих и около 800 инженеров и техников. Мнение историков и краеведов Самары на этот счет расходится. Конечно, строили специалисты. Я вот убежден, что строили там на, не знаю, 80-90 процентов специалистов. Стало известно, опять же, в какие-то последние годы, что это были метростроевцы. Наверное, в основном это были метростроевцы. Ну, потому что был опыт, да, был опыт и инженерный, был опыт строительный. То есть некогда было долго объяснять, что требуется. Но не только сам процесс возведения бункера окутан тайной. До сих пор остается загадкой, как жители Куйбышева не догадались, что буквально под их окнами идет масштабная стройка. Как удалось незаметно вывести 25 тысяч тонн грунта из котлована глубиной 37 метров? По оценкам историков, для этого грузовикам пришлось бы сделать 7,5 тысяч рейсов. Но машины с грунтом никто не видел. Этому есть несколько, опять же, официально неподтвержденных объяснений. Вполне возможно, что землей из котлована забивали подземные ходы. Они связывали здание бывшего собора, на месте которого сейчас находится театр оперы и балета, и здание Иверского монастыря. Но историки придерживаются другой, более распространенной версии. Был построен такой подземная галерея, куда загружалась земля. Она выходила к Волге. Ночью подходили баржи. И из этой галереи земля грузилась на баржи и вывозилась. Вот это самая распространенная точка зрения. Но, повторюсь, никаких документов нет. Это мы можем только предполагать. Бункер Сталина в Самаре – самый мощный из ныне рассекреченных бункеров. В его истории все еще много белых пятен. Но самарские исследователи надеются, что в будущем все же удастся развенчать мифы и документально подтвердить все детали строительства и эксплуатации этого крупного военного объекта, который сегодня олицетворяет собой мощь и величие запасной столицы. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Кабинет министров направит 14,5 миллиардов рублей на компенсации по ипотеке. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о многодетных семьях, каждая из которых сможет получить по 450 тысяч рублей. По решению президента, государство помогает многодетным семьям полностью или частично погасить ипотеку при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года. Центробанк принял решение расширить тариф по ОСАГО для водителей. Это позволит страховым компаниям еще больше снижать тариф для дисциплинированных водителей и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем риска. Для владельцев легковушек диапазон расширения базовых ставок составит 10% вверх и вниз. Для владельцев общественного транспорта 4,9%. Для такси 30%. Между тем, Банк России поддержал предложение о создании перестраховочного пула по наиболее убыточным сегментам ОСАГО, поскольку такая мера повысит доступность полиса для автовладельцев. Предложение поступило от Российского союза автостраховщиков. Эти меры помогут получить полис ОСАГО водителям с повышенной частотностью ДТП такси, автобусов и водителей из некоторых регионов. Рост цен на гречку и овсянку в ноябре в России может составить 10-20%. Причиной станет увеличение стоимости сырья и материалов для изготовления упаковок. Один из крупнейших производителей круп в России предупредил торговых партнеров о росте стоимости продукции с 4 ноября. По подсчетам аналитиков, за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла на 100%, а российское сырье подорожало на треть. Также в этом году были проблемы с урожаем в Алтайском крае. Этот регион является основным поставщиком гречки в России. При этом в Минсельхозе говорят, что потребности внутреннего рынка в основных видах круп сейчас в полной мере обеспечиваются. Стоимость природного газа в Европе взлетела и составила во время торгов на лондонской бирже 1153 доллара за 1000 кубометров. Рост цен происходит на фоне продолжающегося дефицита топлива в Евросоюзе и энергетического кризиса. Мнения экспертов по поводу причин его возникновения расходятся. Ряд европейских политиков и экспертов полагают, что на ситуацию повлияли действия России, которая с помощью сдерживания поставок газа пытается добиться скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2». В свою очередь в России настаивают, что основой для кризиса послужила недальновидная позиция европейских чиновников, которые сделали ставку на биржевые закупки топлива, а не на длинные контракты. Ну а теперь о стоимости валюты. Официальный курс доллара – 70 рублей 13 копеек. Евро – 81 рубль и 74 копейки. Нефть марки «Брент» – 86 долларов и 45 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре завершают ремонт одного из главных туристических маршрутов города – Волжского проспекта – на отрезке от улицы Вилоновской до ЦСК ВВС. Рабочие положили новый асфальт, установили люки колодцев и ливневки. В скором времени на участке практически в 8 тысяч квадратных метров также заменят 260 фонарей. На каком этапе работы находится объект сейчас, расскажет Михаил Ермоленко. Волжский проспект – один из самых оживленных маршрутов Самары. Чтобы сохранять здесь высокую пропускную способность, за состоянием дорожного полотна следят каждый сезон. В этом году, обновляя участок, применяют новую асфальтобетонную смесь. Использование современных материалов – залог долгой службы свежего покрытия. На данном участке производятся работы по фрезерованию старого покрытия и устройства нового покрытия из асфальтобетонной смеси ЧМА-16. В этом году планируется участок от Вилоновской до ЦСК ВВС, а в следующем году уже продолжение до улицы Осипенко. На участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС также установили новые люки и ливневки. Выполнен также подъем колодцев и дождеприемных осмотровок на проектной отметке и устройство верхнего слоя. В общем, по объекту работа выполнена более чем на 80%. На отремонтированном участке дороги установят новые опоры освещения. Их начнут обновлять после полного устройства дорожного полотна. Михаил Ерболенко, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Внимание, пешеход! На пересечении улиц Авроры и промышленности сотрудники госавтоинспекции провели рейд по водителям, не пропускающим пешеходов. Место было выбрано не случайно. 20 октября на одном из пешеходных переходов произошло ДТП со смертельным исходом. О том, как прошла проверка водителей, расскажет Никита Колосов. Регулируемый перекресток на пересечении улиц Авроры и промышленности. 20 октября на длинном пешеходном переходе водитель фуры совершил наезд на 9-летнюю девочку. Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Мама девочки уверенно шла позади и тоже не видела фуру. В итоге девочка скончалась в машине скорой помощи. Чтобы повысить внимание водителей, сотрудники госавтоинспекции провели рейд на перекрестке, где произошла трагедия. Рейд проводится в целях повышения безопасности дорожного движения. Профилактика дорожных транспортных происшествий. Пропадема взаимной вежливости среди участников дорожного движения. Внимание уделяется как водителям, так и пешеходам. Сотрудники ГИБДД решили выявить пешеходов, которые перебегают проезжую часть на красный свет, и водителей, которые не пропускают пешеходов. Во время работы съемочной группы инспектор ДПС ни одного протокола не составили. Более того, как показала проверка, почти все водители правила проезда пешеходного перехода знают и даже были не против поделиться советами. Вообще, когда видишь пешеходный переход, вне зависимости от цвета светофора, нужно, конечно, притормаживать, поглядывать, чтобы там никого не было. Нужно быть предельно осторожен, потому что все равно это чья-то жизнь. Мы, как водители, как бы в капсуле, грубо говоря, при аварии. А пешеходы, они ничем не защищены. Поэтому их надо пропускать. Я даже пропускаю не то, что где пешеходка. Где нет пешеходки, люди выходят и всегда останавливаются. Пешеходам тоже нужно быть повнимательнее, конечно. Потому что не всегда можно увидеть пешехода. Особенно в такую погоду даже элементарно. Или в темное время суток. Безопасность на дорогах Самары зависит не только от водителей, но и от пешеходов. Пытаясь сэкономить пару минут, они часто нарушают правила перехода проезжей части, рискуя своей и чужой жизнью. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге. Никита Колосов, Сергей Баскин, События. Далее коротко о других темах дня. Российские специалисты занимаются разработкой беспилотников, которые смогут на больших скоростях сканировать леса. Они могут пригодиться для поисков разных целей. От беглых преступников и диверсантов до редких животных. Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в Центр управления. В Тольятти полиция вручила благодарственное письмо сотрудницы одного из банков, Екатерине Юрасовой, за активную гражданскую позицию и грамотное действие, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы. 48-летняя местная жительница пришла в банк и попросила Екатерину помочь ей перевезти более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сотрудница банка, выслушав женщину, поняла, что деньги у нее вымогают мошенники и порекомендовала ей не производить никаких операций и обратиться в полицию. В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» на Нововокзальной продолжаются работы по строительству нового стадиона. Готовность объекта на сегодняшний день 70%. На стадионе уложен искусственный футбольный газон, завершено бетонирование каркаса для прыжковых ям, выполняются работы по освещению, монтажу асфальтового основания и покрытие для беговых дорожек, а также завершаются работы по устройству зоны для толкания ядра. Возведение объекта идет в рамках реализации нацпроекта «Демография». Пролететь над Самарской лукой, заглянуть на пару минут в Ширяево и воспарить над Волгой, не выходя из дома. Пока одни пытаются бороться с осенней хандрой, другие при помощи древних музыкальных инструментов ежедневно настраивают себя на позитив и гармонию с окружающим миром. Наши корреспонденты окунулись в историю культуру горлового пения и готовы поделиться своими впечатлениями. Тему продолжит Ольга Павлова. Это сейчас потомственный шаман Альгиз Старосвет умело играет на древнем инструменте. Варган он впервые услышал в армии много лет назад, когда сослуживцы из Якутии решили отпраздновать Новый год. Я думал, они куда-то что-то вставляют. Я говорю, покажите, как вы поете. Понимаешь, в горле у них ничего нет, но вот этот скрежет, металлический голос, я не мог поверить, что это можно голосом. Свой первый инструмент Альгиз приобрел на московской горбушке в этническом магазине. Оказалось, освоить в орган можно без музыкального образования и знания нотной грамоты. Для извлечения звука инструмент прижимает губам и дергают за язычок. Менять тембр звучания можно, подключая дыхание. А дальше, отмечает шаман, руководствуясь собственными ощущениями, уноситься вслед за магическими вибрациями музыки. В прошлом программист, сейчас профессиональный резчик по дереву, шаман Альгиз Старосвет к эзотерике и технике горлового пения пришел постепенно. На необычные способности, которые достались ему от прадеда, сначала не обращал внимания. Думаю, что понимать язык животных и лечить людей могут все. Оказалось, только избранные. Большинство музыкальных инструментов делает сам, из дерева. Некоторые покупают и коллекционируют. Играет не только для души. И в органы барабана имеет целебный эффект, утверждает мастер. Это может быть концентрация на мантре. Либо задача, если исцелить человека, то он направляет свое внимание, ну, скажем, в проблемную зону человека, там, допустим, сердце или большое куда-то. И держит образ исцеления. Быть в гармонии с собой, окружающим миром – главный принцип практикующих горловое пение. Научным языком такой стиль исполнения называется горловая фонация. В древние времена ее использовали как язык общения. Пришел он из шаманизма и мистических традиций, когда северные и восточные народы проводили различные ритуалы, в которых подражали животным. Направление развито в тюркской и монгольской культурах, а также в Якутии, Канаде и Тибете. Для многогранности звучания используют не только древние инструменты. К примеру, Ocean Dream помогает воспроизвести шум моря или океана. На нем играть не так просто, не так просто, как кажется. Нужно уловить вот это состояние волны. Да, не просто быстренький, а вот именно перекатываешь. Рассказывает муза главный идейный вдохновитель и жена Альгиза Лада Апраксина. С мужем встретилась, когда захотела научиться камлать на барабанах, то есть совершать шаманские обряды при помощи этого музыкального инструмента. Я увлеклась именно эзотерикой, то есть это и астрология, и астролог сакральный. Потом было целительство, и сертифицированный целитель. Потом были руны, таро, там, нумерология и так далее. Что интересно, Альгиз и Лада в Самару переехали из Москвы. В город на Волге влюбились сразу. Иногда семейная пара вместе с друзьями и единомышленниками выезжает в шаре. Меловое пение на природе – отличный способ отвлечься от повседневных забот и напитаться энергией на несколько недель вперед. Пролететь над Самарской лукой, оказаться на пару минут в Ширяево и воспарить над Волгой, не выходя из дома. Оказывается, это возможно, даже если вы не потомственный шаман. Достаточно окунуться в историю и культуру горлового пения, представить самые счастливые моменты жизни и понять, что никакая хандра, даже осенняя, не помешает быть в гармонии с окружающим миром. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова